Убе команды подошли к этому матчу, имея в графе забитых голов. Брест на первом месте в лиге, мы на втором. Наверное, ожидания были созданием достаточно голевых ситуаций для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. Я думаю, что Брест, также Динамо, стремилась сегодня набрать какие-то очки здесь у нас, на нашем стадионе. Но для нас очень важно было в преддверии Еврокубковой кампании с хорошим эмоциональным фоном подойти к следующему матчу. Поэтому благодарен команде сегодня было непросто. Один гол Паша Ситько исполнил, к сожалению, и Павла мы, наверное, потеряли с точки зрения... Есть травма его, да, и здесь немножко это тревожит, этот момент. Но исполнительское мастерство, которое есть у Павла, он, конечно, сработал отлично. Хороший высокий прессинг, заставили ошибиться соперника вблизи своих ворот. Ну и исполнительское мастерство, удар в дальний угол левой ногой был на загляденье. Поэтому понятно, что в таких матчах, когда ведешь по счету с разницей в один мяч, очень важно забить второй гол. Были у нас моменты, конечно, во втором тайме. Это и Трофим Мельниченко подскочил мяч в самый последний момент после флангового прострела, где, наверное, можно было более скоординированно сработать и попасть в створ ворот и забить гол. Ну и Глеб Жардев, конечно, также хорошо ударил в дальний угол, но крестовину выручила соперника. А так, на встречных курсах порой игра была, да, у соперника хорошая группа атаки. Барковский, Корцов, Горячук затем вышел, опытные ребята в середине поля, Кисляк, Олихнович. Кто-то в старте вышел, кто-то по ходу игры вышел. Но в целом команда организованная, мастеровитая. Поэтому мы рады этой победе. И добавить тут больше нечего. Единственное, что я хотел бы, как всегда, поблагодарить болельщиков наших динамических за поддержку. То, что мы чувствовали их поддержку. И в какой-то степени, конечно, эта поддержка тоже играет ключевую роль в достижении успехов. Спасибо. Коллеги, будут ли вопросы? Пожалуйста. Ашу-билен, Амбуларский кубок. У соперника выходит Горячук. Вы делаете замену, выпускаете сочетку, перестраиваете санкры на три центральных. Это взаимосвязано как-то к Балагине? Это на реагируемые динамы? Нет, нет. Это абсолютно нет взаимосвязи с произведенными соперниками заменами по ходу второго тайма. Мы изначально планировали с тренерским штабом, что если возникнет ситуация, зная стилистику Игры, Динам и Брест, то, что они играют в три центральных защитника. И у них активные латералии, это и Лях, и Хроленков. Понятно, что выводя мяч во фланги, они делают хорошие подачи. Но имея в своем росте, как говорится, такого нападающего, как Барковский, я имею по антропометрическим данным, конечно, после фланговых подач есть опасность в его действии. Потому что по створу ворот в штрафной площади он неплохо действует после фланговых передач. Поэтому в какой-то степени, перейдя на игру в три центральных защитника, мы насытили середину поля в обороне. И в то же время наши активные латерали, то есть они уже после того, как мы перестроились, стали латералями. Это и Вадим Пигас, и Рай Лопес, бразилец наш. Они стали уже непосредственно вблизи этих ребят латерали Динамо Брест оказывать больше давления. Поэтому Динамо Брест игра перешла уже непосредственно в доставку мяча каким-то образом по центру. Но в концовочке было опасно. Мы чуть-чуть прижались к штрафной площади и были такие навесы. Ну, полумоменты, скажем так, вот таких опасных моментов не дошло. Дело, но в то же время напряжение чувствовалось. Еще раз говорю, в таких матчах очень важно забить второй гол для того, чтобы успокоить и соперника, и игру, и самим успокоиться. Ну, когда в один мяч ведешь, естественно, что любой эпизод может быть каким-то ключевым. Но, слава Богу, еще раз говорю, благодарен команде, что мы сегодня на ноль сработали сзади и одержали победу. А у Активитровича известно предварительно, что с вашей сиськой? Мышечные повреждения. Мышечные повреждения какой степени мы пока не знаем, только обследование покажет. Ну, в любом случае, мы, я думаю, что сейчас у нас не так много времени остается. Посмотрим завтра утром, еще доктор осмотрит Павла. И, может быть, каким-то образом успеем что-то завтра обследование назначить, чтобы понять характер травмы. Потому что нам также важно понимать, что с Павлом делать, или оставлять его восстанавливаться здесь до полного выздоровления, чтобы он потом мог в полноценной боевой единице, как говорится, добавиться к нам, да, на Еврокубковую сессию. Или брать его с собой. Ну, это будет зависеть от характера травмы, то есть от характера, от степени повреждения. От степени повреждения, да. Глеб же в каждой игре имеет моменты, но пока не получается реализовать его чемпионат и забить. В чем вы видите, почему? У Глеба отличное исполнительское мастерство. У него вблизи штрафной очень опасен. У него хорошо поставленный удар, обводящий удар. Он может найти позицию для того, чтобы уйти на свободное пространство. Ну, банально, наверное, скажу, что мяч пока не идет в ворота. Здесь важна работа футболиста и умственная работа. То есть надо в голове постоянно прокручивать моменты. Почему? Почему не попадаешь в створворот? Или выше мяч уходит, или в крестовину, или вратарь где-то отбивает. Ну, надо немножко поработать в плане психологии. Всегда, когда такие моменты существуют, у футболиста, который умеет голы забивать, надо умственно работать. То есть надо психологически над собой работать. Я думаю, что Глеб справится. Мы верим в него, что он начнет забивать и принесет нам еще пузу, конечно. После 15-го тура Минская Динамо уходит на паузу на первом месте. Победите, может быть, предварительные итоги. Я уже во флеш-интервью сказал, не буду подводить никаких кратких итогов. Краткий итог только после 30-го тура. После предыдущего матча СБТ сказал об этом. Продвижуточные итоги подводить никакого смысла нет. Тем более, сегодня конкретный матч, очень серьезный соперник. Мы серьезнейшим образом работали. При подготовке к этому матчу разбирали. И на стандартах соперника достаточно серьезно выглядит. Антропометрия ребят в составе Динамо Бреста очень серьезная. И Барковский, и центральные защитники Мусинга, и опорный полузащитник Адеоли. Да, Адеоли, по-моему. Ребята мощные. У нас сегодня Никита Демченко играл персонально против опорного полузащитника Адеоли. Но есть разница в антропометрии. Поэтому это тоже компонент игры, с которым важно было справиться. И мы в какой-то степени справились с этим. Потому что Динамо Брест на стандартных положениях опасная команда. Помимо того, что они с игры достаточно много забивают. Наверное, первые в лиге, да, еще и на стандартных положениях опасны. Поэтому в этом отношении никаких промежуточных итогов подводить не будем. Мы рады просто сегодняшней победе над очень серьезным соперником. О, Ладонья. Как? О, Ладонья, да. Адеоли, Ладонья. Понятно. Я думаю, он не обидится на меня. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Да, Роман Кричина, Белл Футбол. Выделили в составе соперника Варковского. Но при этом сегодня вышел в статье один лучший вбор в чемпионат Егор Корцов. Сегодня он мало что смог создать. Были ли какие-то у вас индивидуальные остановки против этого игрока? У нас индивидуальных есть позиции определенные на футбольном поле футболистов соперника, на которые мы обращаем внимание. Атакующая группа в «Динамо-обрез» серьезная. Барковский, Гордейчук, Корцов. Они хорошо друг друга чувствуют. Поэтому мы тот анализ, который проводили при подготовке к матчу, да, естественно, учитывали этот компонент. То, что Барковский очень хорошо в недодачу работает спиной к воротам соперника, да. И хорошо цепляется за мячей грудью, головой сбрасывает, навязывает борьбу. Вот поэтому и после таких выигранных единоборств, которые он навязывает соперникам Корцов и Гордейчук, очень хорошо чувствуют моменты, где подобрать мяч. И, естественно, их индивидуальное мастерство уже на пространстве достаточно серьезного уровня. Поэтому в какой-то степени нам важно было эту борьбу навязать Барковскому, чтобы он целенаправленно не сбрасывал эти мячи, работая спиной к нашим воротам. Ну и чтобы и Корцов, и в первом тайме Решкевич, во втором Гордейчук, чтобы они не подбирали эти мячи и не проявляли свое индивидуальное мастерство. Ну, раз мы сыграли на ночь, значит, мы с большего справились. Хотя не обошлось, конечно, без недочентов, без опасных моментов у наших ворот. Но в целом я доволен тем, как сработала сегодня команда против этих ребят. Спасибо. Капина, трансляция заметила вас на матче Молодечном, прошлое выходное. Просто пусть телефутбол посмотрели или кого-то, может, просматривали? Ну, это, так скажем, спонтанное решение, потому что выходной день был у команды. Я с семьей решил съездить на речку Вилья под Молодечном. Вот поэтому мы всей семьей туда поехали. И с учетом этого тура выходного дня, заодно я предложил семье приехать в 18.00 на стадион Молодечный и посмотреть матч Нислоща-Днепр. Ну, получили хорошее удовольствие. И воочию, скажем так, и сын посмотрел, и жена посмотрели на стадионе. Поэтому с этим связано. Тур выходного дня был в Молодечном. Субтитры сделал DimaTorzok